Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, и это Капхэд! Вышел DLC про кофейного мальчика, оу, да, и играем мы здесь за чашечку. Капхэд это вообще культовая игра в жанре «беги и стреляй, прыгай и уклоняйся». Она повествует о похождениях двух братьев Капхэда и Магмана, чувачков с стаканчиками или чашечками вместо голов, и вся история начинается с того, что они проигрывают в кости дьяволу свои души, и дабы спасти свои кофейные душонки, они должны расправиться и победить должников дьявола, то есть всех злодеев этой вселенной, чтобы наконец-то обрести свободу. Там нам нужно расправляться со всеми боссами, какие-то сложные, какие-то страшные, какие-то просто бесят. Но в недавно вышедшей DLC они не лучше, такие же ужасные монстры. Но неужели кто-то может оказаться хуже дьявола? Ну, во-первых, да, а во-вторых, о дьяволе эти персонажи ещё не знают, так как DLC — это предыстория самого Капхэда. И поэтому мы всю игру играем не за чашка голового пацана, а за мисс Чашу. Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая! И ей предстоит сразиться со множеством боссов. И кто же они такие? Ну а перед тем, как узнать о боссах из Капхэда DLC, узнай сначала, что у меня есть свой собственный телеграм-канал. Поэтому если ты хочешь узнавать о новых видео раньше всех, о том, чем я занимаюсь по жизни, интересные факты и новости из мира игр, других вселенных, ну или если просто хочешь пообщаться со мной, подписывайся на мой телеграм-канал, у нас есть свой собственный чат с подписчиками, где я тоже есть. Ссылка в описании. Ну и первый босс, который нас ждёт в этой игре — это Глумстоун Гигант. Огромный великан в виде горы. Его борода и волосы — это снег на горе. Мне страшно подумать о том, что его снежинки — это перхоть. Ну что ж, теперь мы знаем, откуда снег берётся. Он вообще является хранителем гномов. И поэтому в битве с боссом они его так поддерживают и обожают. И всячески ему помогают нас убить. Вначале он пытается нас убить своими слюнями, которые ему в горле и во рту готовят его гномы. Также его гномы пытаются нас убить своими шапками в виде шипов. Но иногда они берут молоток и дубасят прямо так. Этот снежный гигант также не брезгует взять какого-то медведя и нас помусякать. Но в конце концов он отрывает свою бороду и начинает играть в куклы. И вот таким нестандартным образом он пытается нас укокошить. Играя в куклы в мяч, а гномы его поддерживают. Нормальная такая группа поддержки. В конце концов ему это всё надоедает, и он просто психует и нас съедает. И позже мы вынуждены драться с его желудком. Или что это за хрен сверху? И почему она живая? В итоге мы даём понять великану, что кушать с нас не можно, и портим ему немного пищеварения. Так мы его и побеждаем. Мафия насекомых. Здесь уже не один босс, а несколько. И каждого нам придётся побеждать по отдельности. Я не совсем понимаю, как переводится название их банды. Вроде как Муншайн Моб это... Я могу предположить банда лунного сияния? Но если слова Мун и Шайн соединить в одно, то получается вообще самогон. Это что ж у нас, самогонная мафия? Ну а нахрен с ним с названием. Нам в первую очередь придётся сразиться здесь с пауком. Знакомься, это паук-бандит. Паукообразный модник, который свешивает бомбы на паутине. И с самого начала ловить нас ему будут помогать полицейские муравьи. Казалось бы, полицейские муравьи должны быть против мафии. А нет, эта мафия имеет полицию. Иногда паук будет пинать гусеницу и использовать её как мячик. Сразу видно, что он в их банде не совсем рад находиться. Также нам будут мешать грёбаные красные толстые мухи. В общем, у паука будет много шансов нас убить. И часто паук будет останавливаться и звонить своим корешам мухам, чтобы те прилетели и нам нагадили. Но после победы над ним прилетает световой жук. Светлячок включает свою гробанную дискотеку. И нам нужно уворачиваться от её красных лучей. После победы над Светлячком вырывается огромный муравьед. А вместе с ним и улитка. Которая является боссом мафии. И наша задача замочить его. Но сначала немного повозиться придётся с муравьедом. Он будет пытаться сожрать тебя своим хоботом. Если у него это не получится, он жрёт муравьёв. И кидается этими же муравьями на тебя. Улитку же победить намного проще. Когда муравьед выдохнется и шляпка с него спадёт, просто стреляй в улитку. И на этом эпичная битва закончится. Эстер Винчестер! Уи-ха! Вот это я понимаю, весёлая коровушка. Хитрый и энергичный персонаж. И кажется, что она не перестаёт улыбаться. Даже во время битвы. И видимо она очень любит развлекаться. Причём самым нестандартным образом. Бросая в нас динамит и стреляя чернилами. И иногда она использует своё лассо и притягивает кактус. И видимо ему это не очень нравится. И видимо коровке недостаточное развлечение. И она берёт свой навороченный пылесос и втягивает буквально всё. Даже свой домик на колёсах. И судя по тому, что её дом взорвался и неожиданно появились какие-то сейфы, мешки с деньгами, золотые слитки. Наша коровушка Эстер не просто является какой-то ковбойкой или коввумен. Я не знаю как они называются. Она самая настоящая бандитка на Диком Западе. Ну и в конечном итоге она всасывает саму себя и превращается в сосиску. Я тебе больше скажу, она превращается в банку с сосисками. С говяжьими сосисками. Ну и сосиски это будет единственным оружием против нас. Ну и конечно ещё летающий перчик. Вообще странно, что она померла. Казалось бы, мы из этой коровы уже колбасу сделали, буквально. Она ещё жива, так ещё и сопротивляется. Озорная девка, озорная. Воющие асы. Буквально собаки на самолётах. Сначала мы сражаемся против бульдога, где он стреляет в нас своими татуировками. Из самолёта нас также будут бомбардировать его щенки, кидая в нас теннисными мячиками. И оказывается, бульдог не только может нас стрелять своими костяными татухами, так ещё и он откуда-то достаёт кота, и он начинает в нас отрыгивать свои клубки. Что? Нам ничего не остаётся делать, как просто взорвать самолёт и добить оставшихся щенков. Но врывается их маманя, и начинает в нас пуляться собачьими мисками. За что мы, мать её, и подрываем. Ещё один отмороженный ублюдок, как наш гигант со снежных гор. Мартимер Фриз. Снежный старичок-маг, которого никто не любит. Серьёзно, у него даже группа поддержки снеговики. У снежного гиганта хотя бы гномы были. Но на самом деле он силён. Во-первых, он стреляет в нас сосульками. А во-вторых, таинственными картами. Но его главная сила начинает проявляться тогда, когда он влезает в огромного снеговика. И превращается иногда в холодильник. Откуда будут вылетать злые мороженки и нас тоже пытаться убить. Как и злые хубики, которые тоже вылетают из холодильника. Но когда мы этот холодильник доламываем, нам придётся сражаться со снежинкой. Которая иногда отрывает глаз и пытается им нас убить. Это мои сны при температуре 38. Следующий босс, с которым нам придётся столкнуться, это рыцарь. И он конь. Не очень сильный персонаж, по крайней мере по сравнению с теми, кто был до этого. Он просто всё это время будет пытаться проткнуть нас своим мечом. Но так просто стрелять мы в него не можем. Нам нужно выждать удачный момент. И дать ему либо по хлебалу, либо по его светящемуся гребешку. Прям по гривену стучать. Либо мы это делаем, когда он совершил удар и немного выдохся. Либо когда он только готовится напасть. Но во втором случае это конечно намного сложнее сделать. И опасно. Но рыцарь это не единственный босс и обитатель этого королевства кривых грёбанных зеркал. Есть ещё и епископ, который окончательно, в буквальном смысле, потерял голову. Его голова на первой фазе летает и пытается нас убить. Наша задача потушить все свечки, пока он все их не зажёг. И тогда епископ не сможет воспользоваться своей силой Господа и нас одолеть. Ну и когда мы затушим все свечи, мы побеждаем епископа. Потом мы отправляемся к палачу, которого зовут Ладья. Скучающий палач, который надеется увидеть за своей возлюбленной Гильотиной. Интересно, это он просто такой кровожадный и представляет то место, где он казнит людей? Или реально Гильотина это отдельный живой персонаж? Непонятно. Но радушно он нас не встречает. И как только он нас увидит, он начинает точить свой топор, из-под которого вылетают чьи-то головы. Ну и судя по всему, это души умерших, которые нам передают силы и дают возможность отомстить палачу. Но если что, это моя мини-теория. Ну а так ещё вылетают черепа, которых нужно опасаться. Ну и вот мы добрались до главного босса королевства. Грёбанная бюрократка-королева. Это психованное аж столы опрокидывает, как только нас видит. И вот ведь приятный сюрприз. Оказывается, мыши решили устроить диверсию. Самое настоящее восстание против королевы. И начинают нам помогать, стреляя в неё из пушек. Но королева сама не промаха и начинает стрелять в нас яйцами. Просто уворачивайся и поджигай пушки. Помимо яиц, королева будет использовать против нас свои пешки. Но от некоторых даже уворачиваться не нужно. Они придадут тебе силы для суперудара. По этой зазвездившейся стерве. Ангел и демон. Весьма необычные боссы, точнее босс-то один, но их как бы два. И вообще эта локация является секретной. Её можно открыть на кладбище, если нажмёшь на правильную комбинацию могил. И тогда тебе откроется портал в мир ангела и демона. И просто охренеть, два босса. В этой битве ангел и демон будут использовать различные атаки. А именно, что же у нас делает ангелок? Он вызывает три прозрачных нимба. Он может иметь розовый блеск и превращаться в розовый огненный шар. Он с помощью своего пения может создать стену из воды. Чёрт же в нас плывётся огненными шарами и создаёт стену из огня. Но только не своим чудным пением, а когда он хмурится. И эти боссы постоянно отвлекают твоё внимание сменой своего положения. Но это не так страшно, потому что урон от ангела ты не получишь. Фактически единственный босс на этой локации это чёрт. А от ангела тебе ничего не будет. Ой, что-то кушать захотелось. А, это всё потому, что я на кухне вместе с шефом. Знакомься, шеф Солтбейкер. Где мои яйца? Не зря его уровень называется блюдо, за которое можно умереть. Ведь это не просто одержимый повар. Он готовит на своей кухне главное блюдо. Чудесный торт, или вандертарт. Где главный ингредиент это души. Действительно, он хочет использовать душу Капхеда, ну и нашу тоже, чтобы наконец-то приготовить своё блюдо. Эх, и как же интересно за ним наблюдать. Не то, что за прошлыми боссами. Неспроста его сделали финальным. Сам шеф-повар Солтбейкер это огромная солонка. Ну, по-другому огромная соль. И поэтому так с ним не сладко. И в финале он показывает просто всю жестокость над продуктами. Он режет живое авокадо, как какой-то маньяк. Давит живое тесто скалкой. Давит помидоры. И казалось бы, обычные продукты, но как же это жутко выглядит. В конце концов, повар берёт всё в свои руки. И тогда он пытается нас убить с помощью соли, листочков. Да только битва доходит до того, что мы взрываем его кухню, И тогда всё содержимое из его стеклянного тела вываливается наружу. А именно, соль. Наш шеф-повар полностью состоит из соли. И использует по максимуму свои способности. К счастью, у него есть слабость. Это сердце, которое нам нужно просто разбить. Какой босс тебе больше всего понравился? И сделать ли мне такое же видео про боссов из первой части Капхеда? Напиши об этом в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал, если ты этого ещё не сделал. Нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князича в Телеграме и ВКонтакте тоже подписывайся. И на Яндекс Дзен не забывай. Ссылки в описании. Поставь лайк этому видео. Поделись этим видосом у себя на странице и со своими друзьями. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос.